Получается, что увеличение рождаемости приводит к сокращению численности населения. Понятно, что этот уже прогноз неадекватный. Поэтому объективные закономерности, объективные процессы должны соблюдаться. Следующий это принцип альтернативности. Вот этот принцип альтернативности, это сейчас один из наиболее актуальных принципов при прогнозировании, потому что, если вы видели, слышали, может быть, кто-то читал стратегии развития России и нашего региона, Ростовской области, там принято сейчас рассматривать различные сценарии. Ну, как минимум два сценария, филистический и пессимистический, либо три сценария. То есть сценарное прогнозирование, сценарное моделирование или сценарный анализ. Когда задаются конкретные условия, и смотрят, а что будет, если изменить это, это, это. Для этого еще очень хорошо применяются и используются теории игр. Метод теории игр вообще заимствовался экономистами из военных действий. Изначально теорию игр применяли при прогнозировании исхода всевозможных сражений. Потом теорию игр стали применять при прогнозировании развития каких-то сдвигов в экологических системах. Еще их называют по-другому игры с природой. Когда игроком одним выступают независимые условия, экономисты их адаптировали под себя, например, инфляция, на которую уже, к примеру, не могут повлиять. Или еще какие-то процессы, внешнее влияние, внешнее развитие зарубежных стран. И, исходя из этого, прогнозирование поведения, ну, например, наших органов власти, либо нашей банковской системы. В зависимости от того, что мы хотим с вами прогнозировать. И принцип историчности. Вчера я вам рассказывала про макроэкономические циклы. Мы обращались к истории и говорили, что все процессы отличны. И, исходя из исторического факта, можно приблизительно предположить, как выйти из этого события, или какие будут исходы и последствия того или иного события. Итак, это были принципы прогнозирования, а теперь самое важное – этапы прогнозирования. Вы знаете, существуют различные подходы к делению процесса прогнозирования на различные стратегии и на различные этапы. Я, в принципе, не против, если вам понравится какая-то другая классификация, я даю ту, которая близка в небо, которая работает на мысль. Ну, и она мне больше нравится. Поэтому я ее с вами здесь рассмотрю, но если кто-то при подготовке к за счетам будет использовать другую методологию уделения, я не буду. Итак, первое – это ретроспекция. Первый этап – ретроспекция. Это этап прогнозирования. Это этап прогнозирования. на котором исследуется история развития объекта. на котором исследуется история развития объекта.